Всем привет! Это новости на Азда ТВ. Таджикский Истиклол проиграл команде Роналду в Азиатской Лиге Чемпионов. Футбольный клуб Истиклол из Таджикистана провел один из главных матчей в своей истории. В матче второго тура группового этапа Азиатской Лиги Чемпионов клуб из Душанбе встретился в гостях с саудовским Альнасером. В составе последний играет легендарный португальский футболист Криштиано Роналду. За Альнасера выступает ряд других звезд Рсадио Мане, Эмерик Лапорт, Давид Аспина и другие. Против такой звездной команды клуб из Таджикистана еще не играл. Несмотря на это, счет в игре открыл именно Истиклол. Отличился и у арийский нападающий Сенин Сибаи. Однако в итоге Альнасер победил со счетом 3-1. Дубль в их составе сделал Андерсон Талиско. Еще один мяч забил Криштиано Роналду. Теперь Альнасер с шестью очками лидер группы Е. Истиклол пока занимает последнее четвертое место в квартете. В декабре в Душанбе должен состояться ответный матч этих команд, поэтому вполне вероятно, что Роналду уже скоро приедет в Таджикистан. В сельских школах Кыргызстана могут закрыть русскоязычные классы. Исполняющая обязанности министра образования и науки Кыргызстана Докдуркул Кендербаева на заседании парламента заявила, что в школах необходимо увеличить количество часов по кыргызскому языку. «Это государственный язык и один из наших приоритетных вопросов. Возможно, предложение где-то вызовет негодование. Возможно, также придется закрывать классы с русским языком обучения в сельских школах, потому что там не дается должный уровень образования», – сказала Кендербаева. По конституции кыргызский язык имеет статус государственного. За русским языком закреплен статус официального. В начале сентября Владимир Путин и Садыр Жапаров по видеосвязи приняли участие в церемонии, посвященной началу строительства трех русскоязычных школ в Бишкеке, Баткене и Караколе. В Таджикистане одобрили соглашение о возвращении мигрантов из России. Нижняя палата парламента одобрила соглашение с Россией о реадмиссии по возвращению на родину за счет республики тех граждан, которые нарушили закон в России. На данный момент, если суд вынес решение о выдворении таджикистанца из России, то мигрант обязан купить билет на родину за свой счет. Если у него нет денег на покупку билета, то он помещается в специальный центр для содержания иностранцев. Иногда мигранты долгое время находились в подобных центрах и не возвращались домой. Власти России уже давно заявили о возможности подписания соглашения с Таджикистаном о возвращении мигрантов, нарушивших закон на родину. В Казахстане заявили, что река Урал оказалась на грани экокатастрофы. Замглавы администрации Атыраусской области республики Жасулан Бесимбаев рассказал, что протекающая в Казахстане и России река Урал оказалась на грани экологической катастрофы. По его данным, за три последние года стабильный объем среднего многолетнего стока реки Урал снизился вдвое. Одновременно с этим фоновый уровень Каспийского моря уменьшился на 2 метра и отошел от берега на 25-30 километров. По словам чиновника, это грозит засолением открытых участков суши. Бесимбаев заявил, что первостепенной задачей является углубление русла реки. По его словам, берегоукрепительные работы в регионе уже начались. Считаю, что прежде всего необходимо углубить русло реки. Для этого Министерству экологии и Министерству водных ресурсов необходимо обратить особое внимание на вопросы увеличения объемов стока воды из водоемов, расположенных выше реки Урал, синхронизированию ее стока, организации научных исследований реки, сказал Бесимбеев. По его мнению, также необходимо выяснить причины снижения уровня воды в море. Это все новости на сегодня. Увидимся на просторах интернета. Субтитры создавал DimaTorzok